Не поделились землю. Очередной скандал между жителями пятиэтажек и собственниками частной территории разразился в Караганде. Население по проекту народного участия добилось на этот год благоустройства детской площадки. Но как только к работам приступили, выяснилось, что на часть земли в их дворе претендует местный бизнесмен. Ирина Вобещевич продолжит тему. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот ровно, как они говорили, вот парковку. Туда показываете? Вот, ровно по парковку, вот 8 метров. Вот так вот. И что нам остается? Вот 20 метров. На днях на улице Дерешковой подрядчики приступили к возведению детской площадки по проекту народного участия. Именно Альфия его подготовила, прошла все процедуры и выиграла. Радость длилась недолго. В момент, когда подрядчики, не дожидаясь лета, приступили к планированию территории, пришли представители соседней частной территории. Но вчера, когда здесь шли работы, вышел представитель с этой организации и начал говорить, что, мол, вы вот так здесь не чистите, это наша территория. То есть за 8 метров от заборов отступите и можете продолжать свои работы. Так он показывает бумагу, где официально написано, что вы здесь не имеете права ничего делать. И работы прекратились, и рабочие уехали. Все. Нам сказали работники, что, получается, на этой маленькой территории они не смогут сделать все оборудование, которое они собирались нам предоставить. Потому что, ну, не хватит места. История с объектом бизнеса началась, по словам жителей, лет 10 назад. На месте заброшенного автосервиса появилось здание, а потом, на приличном расстоянии от него, вот этот глухой, несколькометровый забор. Люди было возмутились, но затихли, когда им сказали, что это временно. Летом футбольное поле, зимой было у нас каток. Все. Они забрали 10 лет. Я даже прозевала, я даже не помню, в каком году они оттяпали кусок себе. Все. А теперь 10 лет прошло. Видать, им это прошло. Никто на них внимания не обратил. И они решили до конца оттяпать у нас. Теперь уверены жители, не видать им детской площадки. Но во время съемок подошел директор компании, за которой земельный спор и возник. Что-то вы переносите, да? Нет, ничего не переносим пока. Что-то строить собираетесь? Нет, строить тоже пока что ничего не собираемся. Конфликт не будет, все будет улажено. Потому что та площадка, которая должна быть у жильцов, она будет. Люди не верят словам. Дело в том, что в 2020 году представители частной территории неожиданно активизировались и собирали подписи у жителей на то, чтобы они дали согласие на освоение территории вдоль забора взамен того, что предприниматели построят детскую площадку. Люди согласились и подписали, площадку не построили. И подвох в том, что, по словам жителей, речь шла о совсем другой территории. В настоящее время соответствующие службы занимаются вопросом, поэтому комментарии от них будут позже. Население двора волнует только одно, чтобы у их детей было место для игр. Старые конструкции уже успели демонтировать, а вот появление новых под большим вопросом. Вчера и сегодня ночью не спала. Я во все государственные органы, структуры, инстаграмы, всех, кто связан, и жилищное хозяйство, земельное, Акорда, Кудайберген, Бексултанов, Кожухову, всем я написала.